Всем здорова дорогие друзья, с вами как всегда Даваска и уже четвертый сезон оценки сетов подписчиков. Это самая рандомная рубрика на моем канале, для которой я запускал с идеи «А почему бы и нет?». И она довольно-таки популярная, потому что это уже четвертый сезон. И она жива только благодаря вам, потому что именно вы ставите лайки, вы подписываетесь на канал и пишите в комментариях ваши айди. Чтобы я оценил ваши сеты. И всем короче, приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Также хочу вам сказать, что в ТикТоке уже перевалило за 50 тысяч подписчиков. Поэтому вы можете начинать снимать видосы, где показываете свои сеты. Нужно именно видео отметить меня. И давайте договоримся. Одно видео, один сет и чтобы вы меня отметили. И желательно без переходов, чтобы как можно больше людей я оценил. А теперь у нас на очереди самый-самый первый подписчик. Вот такой Юниву Айди, у него уже мастер. И давайте посмотрим, в каком сете он играет. Так, вот такой вот у него женский сетик. Лично я, ну вот лично, мне не нравится вот эта голова. Это первое. Второе, какой-то смешной переход от Торса к что-то нам. Поэтому этому сету я ставлю 7 из 10. Просто. Вот я реально думал, что в этом Айди 9 цифр. Но тут 8 цифр. И начинается на 108. То есть это капец какой старый игрок. Прям очень-очень-очень древний игрок. Он, кстати, до сих пор играет. Что странно, у него 250 медалек. И мне интересно, в каком сете он будет, потому что это капец какой старый игрок. Давайте его оценим. У него ник Электронов в гильдии Даре Девилс. Да ну нахер. Пацаны. Ну, к сожалению, аккаунт был изображен. Потому что мы видим, что тут куплен второй пропуск, третий пропуск, пятый пропуск. И уже, походу, два каких-то новеньких. Печально, что нету Сакуры, но кто не знает, кто не шарит, эта куртка, вот именно вот эта куртка, эта куртка за бета-тест. Какие штаны ангела. Какие костлявые наездники. Вот самая редкая шмотка во фрифайере. И у меня к вам сразу же вопрос, помимо того, что вы будете в комментариях спамить ваш ID, напишите-ка, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне сделать обзор на аккаунт с этой шмоткой. Потому что, да, аккаунт будет не сильно олдовский и донатерский. Но именно ради этой куртки стоит делать обзор. Потому что покажите мне хотя бы одно видео, где делаю ее обзоры на аккаунты с курткой за бета-тест. Сейчас, чтобы вы понимали, я на скрине только один раз видел эту куртку. Я не в игре, ни в профиле, нигде ни у кого ее не видел. Тут я впервые в жизни в профиле увидел эту куртку. По-моему, она даже не скрывает бронежилет, да даже если и не скрывает, то она охренительная. Короче, этому сету я ставлю для 10 из 10, потому что тут и куртка, и шорты, и кроссы, которые идеально ко всему подходят. Давайте заделаем скрин. Может быть, кто-то посчитает мое мнение предвзятым. Но сет офигенный, и была бы у меня эта куртка, то я бы в ней тоже, соответственно, играл. Короче, аккаунт топовый, мне кажется. Ну, может быть, он и не топовый, но эта куртка, она охренительная. Переходим к следующему подписчику. Следующий подписчик у нас, к сожалению, босоногий. Фокси Ютуб. Возможно, это какой-то ютубер. Если вдруг я тебя не знаю, то извини. У него уже сет, я вижу, с сайнарой, джазовые кроссы. Ля какой! Где-то я такой сет уже видел. Знакомый сет, но он не перестает быть охренительным. Тут просто идеально все. Прическа, маска, плащ, штаны, кроссы, скарми, голодон. Это конфетка. Я доволен. Сейчас счастлив. Сет охрененный. И, как вы уже поняли, 10 из 10. Так, следующий подписчик у нас имеет вот такой вот сет. Тут все прямо не нравится, да? Но я этому сету поставлю 9 из 10 только из-за того, что. Смотрите. Ладно бы, если бы у него маска и куртка были с одного и того же набора. Это ладно. Но у него маска, куртка с одного набора, прическа, штаны с одного набора и просто кроссы. Сюда бы, может быть, и другую черную причесочку или другие черно-красные штаны и было бы идеально. Сет охрененный и базар ноль, я не спорю. Но из-за того, что тут две шмотки получается с двух одинаковых наборов, то 9 из 10. Но, повторюсь, сет офигенный и мне нравится. Так, следующий подписчик у нас тоже, к сожалению, босоногий. Следующий подписчик у нас имеет вот такой вот сет. Он, в принципе, и донатер. Возможно, у него нет штанов, которые сюда идеально подходят. То есть, штаны с маской на поясе. Но я знаю, что эти штаны это фастерская эстетика. И вы знаете, что это я и не люблю. Плюс, тут нет маски. Хотя, грим тут офигенно играет роли маски. Но выше, чем 7 из 10 этому сету я поставить не могу. Так, следующий подписчик у нас играет вот в таком сете. Ну, я вам скажу, в принципе, неплохо. Только маска сюда вообще, капец, как не смотрится. Торс и штаны, в принципе, нормальные. Но из-за маски, которая сюда вообще не смотрится, 9 из 10. Так, следующий подписчик у нас имеет вот такой вот сет. У него, в принципе, скуплены почти все последние пропуска. Но кроссы к этому сету вообще, капец, как не подходят. Сюда нужны конкретно другие кроссы. А так, в целом, сет мне очень-очень не нравится. Плюс, посмотрите, как Абакан охренительно подходит к анимированному плащу. Это просто конфетка. Это просто великолепно. Но кроссы просто все портят. Обычные белые кидосы и конфетка. А Баленсияги и сюда максимально лишние. Но за сочетание Абакана и плаща, которые мне, капец, как нравятся, 9 с половиной из 10. Итак, следующий подписчик у нас имеет вот такой вот сет. У него скуплены все последние пропуска. Но, внимание, курточка у него за золото. Пятого сезона. Ладно бы там хотя бы за мастера. За золото. Я не верю, что у него нету торса лучше. 8 из 10. Так, следующий подписчик у нас тоже, к сожалению, босоногий. Ну, а у этого просто одет космический Дина. Следующий тоже босоногий. Еще и фастер, к тому же. Так, женский сетик мы наблюдаем. Кстати, сетик неплохой. Ой, мне нравится курточка, которая доступна к получению только сейчас. А мне, знаете ли, вы, нравится, да? Вот, хоть я и не люблю женские сеты, но вот этот мне нравится. Ему я тоже ставлю 10 из 10. Потому что, если я не ошибаюсь, тут все шмотки с разных наборов. Это я ценю, уважаю. Поэтому, смело, еще раз говорю, 10 из 10. Да, опять босоногий. Так, следующий подписчик у нас с гильдии Rich Russian Kids. И вот такой вот у него сет. Честно вам скажу, я сам зашел перепроверить, потому что подумал, что куртка и штаны с одного и того же набора. Но нет, это разные наборы и насколько это охранительно смотрится. Поэтому, опять же, этому сету я смело даю 10 из 10. Следующий подписчик у нас имеет вот такой вот чисто беленький сетик. И я вам скажу, он мне нравится. А почему бы и нет? Потому что я сам по себе знаю, как сложно собрать вот такой сет, где каждая шмотка будет одного и того же цвета. И чтобы это все сочеталось, ну, как минимум, а не колхозно. А тут есть логическое сочетание, в принципе, футболист с такой, с причесочкой и с бородой. В принципе, смотрится неплохо, поэтому этому сету я тоже поставлю 10 из 10. Так, следующий подписчик у нас имеет вот такой вот сет. И он играет всего лишь сколько? 5 месяцев. Так, вот у меня был такой статус. Снс тупая сила, нет мозгов, заток красиво. Конечно, красиво, а не красиво. Но суть ему, вы поняли. Сет, в принципе, неплохой. Но я оцениваю всех одинаково. Будь он донатер, будь он не донатер. А маска тут лишняя. Поэтому 9 из 10. Так, а в комментарии под этим сетом было написано, что он настолько уверен в своем сете, что сразу же пройдет в финал. Но давайте посмотрим, в чем он играет, раз он настолько уверен. И у него просто обычный жнец. Возможно, он был не готов к оценке сетов, но нужно быть готовым всегда, если где-то оставляешь свою айди. Верно? Верно. Поэтому тут мы видим просто обычного жнеца. Ну и последний на сегодня участник. Это вот такой вот аккаунт с ником Сильдир. И давайте посмотрим его сетик. Так, он вот такой вот. В принципе, мы видим, что он и донатер, и штаны у него донатер дерзкие. Но, к сожалению, куртка не скрывает бронежилет. Из-за этого, этому сету я ставлю 9 из 10. В общем, вот такая я получила оценка сетов от подписчиков. А теперь давайте посмотрим, какие сеты я оценил бы 10 из 10. Так, и вот эти сеты я оценил бы 10 из 10. Получается офигенный олдовский сет. Потом вот такой я тоже наикрасивейший сет. А женский сетик, женский сетик. Вот такой я мужской. И я просто заделал один и тот же скрин два раза. То есть у нас получается раз, два, три, четыре, пять. Пять сетов за первый видос в принципе неплохо. Для финала нам еще нужно 15 скринов. То есть получается 15 самых офигенных сетов. И пока я их все не найду, видосы будут выходить, выходить и выходить. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, пишите стоит ли мне делать обзор. Вот на этот аккаунт. Всем спасибо, всем пока и да пребудет с вами скилл.